РАДИО АВРОРА 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 Весь советский опыт, он объявлялся тоталитарным, вредным, каким угодно. А вот это вот, оно настоящее, вечное, ценное. И поэтому вот в этих соросовских учебниках, на которых учились многие сегодня остепененные, там сеть культурологи, политологи, социологи, вот там это вот везде повторяется, да, что вот нынешняя наша бескультурия, ну это вот, это вот, это большевики, вот коммуняки, они тоталитарные, они вот бездушные, а мы вот-вот будем возвращаться, значит, вот к каким-то там ранним временам. Кто это протаскивает? Ну здесь очевидно две такие заинтересованные в этом силы. Во-первых, это либералы-ельцинисты, типа там всякие там Сванидзе, Пивоваровы там, для которых Ельцин-центр это храм, именно с него начинается, значит, вот настоящая демократическая Россия, а все советское там, это понятно, мусор, яд, отрава и так далее. Ну, трудно сказать, почему они так рьяно, все это для них, да, наверное, это некий такой период их молодости, там еще чего-то, не знаю. А вторая сила тоже очевидна на поверхности, это разного рода клерикалы, духоскрепники, монархисты всех мастей абсолютно, да. Ну, для них вообще советское, это же ужас, вы понимаете. Вспомните, кстати, когда скандал с этим фильмом Матильда, да? Да, 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 Николай II. Вот на царю-батюшку там плюнули, какие негодяи оскорбили, значит, это самое. А сами до сих пор плюют на миллионы и миллионы советских людей, причем плюют цинично, плюют открыто. Вообще, я удивляюсь этим так называемым пастырем, где совесть-то. Да, но смысл заключается в простой вещи. И те, и другие, они прислуживают нынешней олигархии. То есть, они всячески вот поют в ту же самую дуду, да, там оттенки могут отличаться, понятно, да, но они, в общем-то, транслируют ту культуру, вот, в которой заинтересована нынешняя власть. Но что здесь получается интересно? Как бы они не тужились, как бы они что-то не пытались, ничего у них толкового не выходит. Почему? Потому что они транслируют самое грязное, самое черное. Вот оно у нас и на экранах, оно у нас и на сцене театров, оно у нас и в литературе. Ведь, понимаете, идеалы и ценности, они рождаются в общественном бытии. То есть, зеркально, да, отражают те самые некие примеры. И поэтому, когда нынешняя власть в качестве исторических идеалов нам пытается внушить, что, там, ну, я не знаю, Аракчеев и Столыпин – это добро, ну, это с трудом можно вообще принять. Почему? Потому что это не то, что там историки, да, подметили, нет, сама история доказала, что то, что делали вот эти люди, это никак не отражало нужные чаяния людей, широких масс людей, наоборот. Это было антинародно, по своей сути. Но, тем не менее, вот эти вот такие перевертыши мы сегодня и наблюдаем, да, в трансляции всего этого. Вот тут, чтобы было понятно. Ну, вот нас, например, советских детей учили, что Чаполин, он герой, он борец за свободу. Сегодня он экстремист. Как? А как? А вот так. Этот дядя Тыква, помните, который домик строит, да, и чтобы кирпичик купить, он меньше кушает. Я книгу даже читала. Да, 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 да. Вот он перестал кушать, чтобы ему побольше кирпичиков покупали. Ну, это же сегодняшний наш, вы понимаете, реалии. Поэтому вот это вот все возвращается в прочтении, в трактовке. И, как когда-то комендант Петропавловской крепости при встрече с Белинским, он кланялся и спрашивал, когда же вы к нам изволите, когда же вы к нам, там, казематик для вас готов. То есть, вот эти вот перевертыши, резкие изменения знаков, которые бросаются в глаза. Но для того, чтобы хоть как-то это работало, для этого и нужно создавать было вот эту вот мистификацию, да. Что самое лучшее достижение советского, это все не, это не Ленин, это не большевики, это все еще имперское. А вот то, что мы сегодня наблюдаем, да, полное это самое, это наследие тоталитаризма. Это очень хитрая мистификация. Но на самом деле у нас люди не дураки, они, я думаю, что прекрасно разбираются в этом, что это совсем не так. Да, спасибо, что объяснили мне. Второй миф, можете тоже так же расписать по полочкам, почему это всего лишь миф. По советской культуре ностальгируют люди, жившие в СССР. Но это типичное явление идеализировать юность и молодость? Да, это чаще всего такое дается, да. Но вы понимаете, в чем штука? Оно тут, дело в том, что многие дети, родившиеся уже после 91-го года, и Советский Союз не знавшие, они с удовольствием и фильмы смотрят, и книги читают. У меня, например, младший сын пересмотрел все комедии советские с удовольствием. Мне тоже очень, я с удовольствием смотрю советские фильмы. Все советские там эти детские фильмы, электроники. Вот откуда, почему, что их там привлекает? Они же там тогда не жили, поэтому это тоже миф. Это тоже миф. А миф почему? Видите ли, я вот помню по своим впечатлениям, в конце 80-х годов уже было предчувствие, что что-то великое, оно завершает, закат. Закат, вот, понимаете, происходит уже закат. Объяснить не могли, понятно, да, и уж тем более не знали, чем все это завершится. Ну, сегодня, понятно, завершилась катастрофа и в целом, конечно. И вот, что интересно, даже вот если посмотреть наиболее толковые, талантливые, такие мягкие диссидентствующие, да, в рамках советской культуры, они всегда обвиняли большевиков в том, что большевики презирают индивидуальную личность, что они всегда топят за коллективизм, да, вот личность, вот она. Но смотрите, что случилось. Именно антисоветское, оно полностью отменило человека. Я полностью согласна. И погрузило мир, причем мир весь, не только на варварство. Вот это вот очень интересная штука. Почему оно цепляет, да, детей, все возраста? А потому что, потому что в советской парадигме, давайте вспомним Ленина Владимира Ильича, искусство, оно принадлежит народу. Оно должно быть понятно и любимо народам. То есть, искусство работает для народа. А когда создавалось советское общество, создавалось ведь общество новых людей. И для того, чтобы их создавать, в первую очередь, их самих нужно сделать, образованными, вы понимаете? И поэтому все вот эти вот крикуны, все эти вот антисоветчики, ну, они вот элементарно или не знают, или игнорируют фундаментальнейшие вещи. Ну, вот на одну только назову, но это же самое главное, с этого начинается культура, да? За два десятилетия, с 1920 по 1940 год, грамотными стали более 60 миллионов человек. 60 миллионов, что вам еще надо, что вам еще надо? Дальше. Все вот эти вот, опять же, вбрасываются, все вот эти вот антисоветские, что большевики наплевали на музеи, коллекции распродали и так далее. Ну, почитайте книгу Юрия Николаевича Жукова, ну, «Операция Армитаж», там все вам четко объясняется, как это было. Но о другом-то не говорят, скрывают. Мало кто знает, например, что в Российской империи было всего около 200 музеев. А вот в Советском Союзе накануне Великой Отечественной войны было более 900 музеев. Ого, большая разница. Да, и еще тоже такой привет всем там на канале «Спас» и всем там этим монархистам. В 1921 году именно большевики открывают музей Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне. А до этого времени вдова писателя Софья Андреевна дважды обращалась к царю. Давайте ему... Никому это было не надо. Вот объясните мне, пожалуйста, почему большевикам это было надо? Потом был открыт целый институт изучения творчества Толстого. Пошли миллионы и миллионы тиражей. И вообще, великая русская литература, она стала-то народной только благодаря тому, что, во-первых, вы обучили 60 миллионов читать, а не хоть прочитали. Потому что тиражи книг до 1917 года редко когда превышали 10 тысяч. А здесь у вас читающая страна уже фактически, понимаете? Вот. И отсюда вот это вот, ну, какое-то абсолютно непонимание тектонических изменений. А грамотность это основа. Дальше. Понимаете, советская культура, она воспитывала личность. То есть, становись лучше, будь человеком, ты новый человек, да? Развивайся. Свободный труд и так далее. Ты образован, ты уже не средневеково забитым этим мракобесием, еще чем-то. В 90-е годы, наоборот, этого уже не нужно было. Понимаете? Потому что, ломая всю вот эту советскую систему, систему народной власти, нужно было обязательно мальчиша кибальчиша еще раз предать и еще раз убить. Что и сделали. Понимаете? И вот я помню чудный, абсолютно гениальный советский мультик про золотую антилопу. О, да. Убили негодяи. Вот всех выловили, сволочи и убили. Понимаете? И когда вы на этом что-то хотите построить новое, ну, не знаю, что у вас получится. Еще такая очень интересная штука. На протяжении всех 90-х, нулевых, да и подчас, смотрите. Кормится за счет советской культуры. Вспомните все эти передачи, которые показывали по телевидению песни о главном, перепевке советских песен, в поисках утраченного. Вот интересно, сколько заработал Парфенов на канале на Медне, да? Конечно, превратили в товар. Но смотрите, какая получается штука. Она настолько сильна по своей внутреннему своему содержанию, что цепляет до сих пор. И не отцепляет, не отпускает. И тоже очень интересно, она зеркально очень здорово отражает современное убожество. И, кстати, вот тоже такой момент интересный. Даже на рынке московской недвижимости самый дорогой – это сталинский кирпич. Не вот то, что сегодня строится. А вот именно вот сталинский кирпич. Вот тоже вот интересная такая штука. Ага, рабская страна, да, для рабов, конечно, для рабов. Знаете, советскую культуру изначально формировали вещи светлые, добрые. Почему? Потому что это сама борьба за правду. Сама борьба за правду, за униженных, оскорбленных. И вот деятели культуры, они все прошли через эту борьбу. Ну вот, например, один из выдающих советских кинорежиссеров, да, и его имя носит наш главный кинематографический вуз, институт имени Герасимова, ВГИК, да. Прошу прощения, Эйзенштейн, да, Эйзенштейн перепутал. Вот, Эйзенштейн, вот смотрите, у него отец потомственный дворянин. Он строил Ригу, по-моему, Ригу строил, да. Мать у него из богатейшей купеческой петербургской семьи. Ну что тебе надо? Он ушел добровольцем в Красную Армию. Бронял Петроград. Расписывал там эти агитпоезда. То есть широко в этом участвовал. Когда отец ему предложил эмигрировать, он категорически отказался. И вот пройдя через всю вот эту пучину, он и стал настоящим великим художником. Как он сам говорил, меня революция сделала. Вот именно вот художником, настоящим. И не случайно, когда великий Чарли Чаплин там в Америке смотрел фильмы Эйзенштейна, он открыто признавался, что настоящие фильмы делаются в Москве, а в Голливуде делаются деньги. И вот это вот то, о чем я выше сказал, да, идея служения, понимаете, народу. Потому что человек, человек культуры, он должен нести что-то. Главная тема человека. Смысл передать. Не просто смысл, он должен зрителя, читателя, он должен делать его лучше. Он должен повышать его, понимаете, да, уровень. Чтобы человек, который смотрит или читает, чтобы у него внутри что-то щелкнуло. И чтобы это его мотивировало развиваться самому, чтобы это его мотивировало не быть подлецом. Понимаете? Ну, а в 90-е годы сформировалась антикультура. Почему? Потому что она обслуживала вранье и воровство. Да. И вот если, да, вспомнить великую советскую песню, в советском прочтении, с чего начинается родина? С отцовской Буденовки. А вот с чего начинается... С камеевого рода, да? С чего начинается? Да. А с чего вот начинаются 90-е годы? Не знаю, уже с Абрамовича, там, с этих вещей. Но, вот интересно, почему такое, почему до сих пор смотрит советское. Понимаете, люди не хотят им питаться. Они не хотят отравиться вот этой гадостью, которая вот, да, вот это вот. Потому что, ну, посмотришь эти фильмы, главный герой какие-то упыри. Или постоянные сцены Мочилова там на экране. Где герои-то? Где герои? Потому что в советской культуре были четкие, ярко выраженные герои, да? Да. Вот. Которые там страдали, искали, ошибались, еще что-то делали. Но люди их узнавали, они свои. И поэтому сопереживали, понимаете? Да. Когда на этих упырей смотришь, ну, как-то не очень хочется. И главное, ценностные тоже вот содержания. Ну, вот зеркально, смотрите, чтобы было понятно. В 1956 году на советские экраны вышла замечательная «Весна на Заречной улице». Посмотрела 30 миллионов. История, на первый взгляд, ну, просто банальная. Столевара-учительница, да? Банальная. 30 миллионов посмотрела. А в 90-е годы популярной была другая, да? Голливудская эта, про американскую золушку, про эту проститутку, да? Которая, значит, полюбила миллиардера-трейдера, да? Красотка, красотка, да? Вот вам очень хорошо. Это показано. И там есть сцена одна очень четкая абсолютно. То, что мы сегодня можем наблюдать. Если золотой кредитки нет, пошла вон, ты не человек. Вот это вот типичная абсолютно сегодняшняя вещь. Поэтому, понимаете, на чем вас воспитывают, оно в вас и будет заложено. Да. Оно с детства формируется. Да, почему? Потому что, как воспитать хороший патриотизм? Ну, он с детства воспитывается. И здесь даже маленький ребенок, он должен чувствовать заботу не только своей семьи, но он должен чувствовать заботу общества, всего государства. Я вот как раз хотела спросить, кто воспитывает вот этот здоровый патриотизм? Семья или вот государство через вот моральные фильмы какие-то, ценности, донесения? И вы как раз только что сказали, что он должен чувствовать не только семейные. Это двойной эффект, понимаете? Это двойной эффект, вот. Почему? Потому что, когда вот сейчас, например, обвиняют артистов, режиссеров, что вот они специально не хотят. Нет, они сами уже заражены, понимаете? Потому что они прошли через 90-е, у них уже у самих это вымыто, понимаете? Потому что у советских деятелей культуры, ну, у хороших, я говорю, да, я имею в виду самых лучших, у них это было заложено, понимаете? И это было очень-очень органично. И поэтому этому веришь, да? Плюс это было еще соединено с величайшим профессионализмом. А сейчас, к сожалению, с профессионализмом очень плохо везде, во всех сперах. И поэтому, ну, как этому, как этому можно поверить, да? А вот советское почему-то, вот оно, вы понимаете, там, песенная культура, величайшая советская. Вот вообще в мире нигде не было никогда и не будет такой же песенной культуры, которая вот была именно в советском, понимаете? Время, да? Это абсолютно-абсолютно выдающиеся вещи. И качество, глубина, нравственность, мораль, оно зеркально отражает состояние здоровья общества. Оно не может быть разрывным, понимаете? Именно поэтому смотрят советские фильмы. И вот, кстати, вот к этому тоже очень интересно всем тем, кто пиарит имперское время. Ну, включите немые фильмы-то до 17-го года. Я посмотрю, сколько у вас их будет смотреть, да, людей? А вот почему-то вот советские смотрят. Да. Я сама очень люблю смотреть советские фильмы, чувствую, я чувствую там какую-то действительно чистоту, нравственность, мораль. И радость, вот самая удивительная радость была у людей, что они пели песни. А сейчас такого на экранах мало. Нет, даже если они там переживают, даже если они там ошибаются. Они справляются. Они, во-первых, справляются, а во-вторых, там, понимаете, там присутствует человечность. Человечность, да. Потому что основа, опять же, да, я сказал, что вот у нас говорят советский проект, экономика, ядерный щит, это все верно. Но ключевой фундамент это вот именно вот это, понимаете, новый нравственный человек. И отсюда вот тоскуют очень многие именно по человеческим отношениям. Понимаете, потому что, ну, они, конечно, были друг, да, жизнь беднее им была, да, конечно, не было там такого выбора, но это и является основой сознания. Да, и мне еще нравилось в советских фильмах, что они всегда пытались донести какую-то мысль, что сказать. А сейчас фильмы, они просто как будто не имеют цели, что, как лучше они хотят сделать человека, просто развлечь его. А в советские фильмы они такую цель ставили, именно лучше сделать человека. А потому что сегодня полностью устранены понятия добра и зла, полностью, да, вот, они смешаны. И дальше со злом никто не борется. А сами понимаете, если добро не лелеять, если добро не сохранять, если добро не утверждать, оно очень быстро порастет, да. И поэтому, когда нам сегодня навязывают все эти дурацкие словечки, там, типа, толерантности, там, вообще, слово ужасное, хуже, чем проституция. Проституция и то, честнее, она хоть собой торгует. Понимаете, странно, да. Если вы на садовом участке не будете вырывать сорняки, вы вырожай не получите. Понимаете, да. Да. Потому что надо защищать. А у нас сегодня нет, у нас сегодня это льется помоями, да. Вот, но оно льется почему? Потому что оно приносит доход. Но все это, весь этот культурный продукт, он напоминает помои, как свиньям, понимаете, вот, людям бросают, как свиньям, да. Вот большевики почему-то ужасные, там, всякие разные, там, они почему-то ставили заслон, они людей от этого спасали, уберегали. Понимаете, наоборот, они делали их лучше. Лучше делали. А это сейчас вот льется помоями, и поэтому отсюда, когда вы говорите, когда там говорят, ой, какая у нас, конечно, деградация, телевизор включите и посмотрите, что у вас, собственно говоря, происходит. Давайте перейдем к третьему мифу, и звучит он следующим образом. Советские деятели культуры винтик системы, забитый цензурой? А, ну, это да, это тоже достаточно такое распространенное, да, да, что вот он ужасный в кандалах сидит, там, над ним надсмотрщик стоит, значит, чуть что ему угрожают, там, тюрьмой, лагерем и прочее. Надо сказать, что лучших условий для творчества, чем были у советского деятеля культуры, не было никогда. И, кстати говоря, об этом говорили даже многие, собственно, деятели культуры. Я помню одно из интервью режиссера Сергея Соловьева, ну, да, знаете, да, может быть, и вот он там, значит, рассказывал, что в годы перестройки они радовались искренне, что сейчас совки уйдут, уйдет цензура, что мы сделаем свой Голливуд, мы уже будем снимать то, что хотим, мы полностью раскроемся, как художники. А потом он так сделал паузу, закрыл руками, говорит, какие же мы были, потому что советская система давала нам финансирование, советская система давала нам систему проката по всей огромной стране, это тысячи кинозалов. И самое главное, что советское общество давало нам миллионы интеллектуального зрителя, которые ценили, которые понимали, да? Да. И потом, и что? Ну, хорошо, вот вы, значит, цензуру убрали, да? Но теперь вы полностью оказались во власти продюсера, который вам навязывает, что вы должны сделать. И вот всем вот этим вот сторонникам, так называемого, значит, вот у меня сразу такой вопрос, если вы немножечко знакомы с кинематографом Андрея Тарковского, вот скажите мне, пожалуйста, кто бы ему сегодня, кто бы профинансировал бы его вот эти вот авторские, очень непростые фильмы, да, такие, достаточно элитарные? Я думаю, что никто. Никто. А вот советское почему-то давало. Понимаете? И показывали везде, во всех кинотеатрах и так далее. Вот почему, интересно? Так, да? Вот оно потому, что так работает, понимаете? Цензура, она, у нас принято как-то воспринимать цензуру, что она борется со свободой, еще чем-то. Да нет. Цензура, она в первую очередь ограждает от пошлости, она отсекает все вот это. И, кстати, для талантливого деятеля, талантливого, хорошего, она вовсе не помеха. Потому что он все равно свою мысль, идею, как там между строк, еще, но она заставляет его работать лучше. Понимаете? Но самое главное, она защищает вот от этого всего, вот от этой всей вот пошлятины и всей прочей. Поэтому тут важно. Еще одна тоже такая, смотрите, вот вы искали по поводу винтика системы, да? Что вот все советские деятели, они все обязательно партийные, да? Они все вот обязательно должны демонстрировать вот свой такой партийный фанатизм. Ну, я вот, ну, это циничное вранье. Я вот просто назову фамилии, без партийных. Капица, академик. Туполев, авиаконструктор. Физик Ландау. Владимир Маяковский, партия не состоял вообще-то. Горький, Паустовский, наша великая Пахмутова. Тарковский, о котором я сказал. Высоцкий, партии не состояли. Поэтому, ну, это глупость. Понимаете? Это просто глупость, ерунда. Или там вот это вот тоже любят антисоветчики приврать, значит, вот все вот эти вот великие фильмы сталинской эпохи, да? Трактористы там вот этого, да? Все, что, дескать, вот убили всех, значит, вот крестьян в коллективизацию расстреляли. И вот теперь вы показываете, как хорошо, значит, живет деревня. Всех там раскулачили, да? И так далее. Но вы видите, понимаете, в чем штука? Так историки-то знают, конечно. Если посмотреть, скажем, биографию Михаила Тимофеевича Калашникова, он вообще-то из раскулаченных. Но его выучили, и он стал всемирно известным, да? Изобретателем самого лучшего в мире оружия. Или вот, например, Юрий Васильевич Силантьев, выдающийся музыкант. Он тоже из кулаков. Ну, его родители. Но вот почему-то жестокие коммуняки учили его музыке бесплатно. Дали даже ему стипендию, да? Перед войной. И вы его можете видеть, он более 10 лет дирижировал на советской песне года. Самое лучшее, самое любимое советскими зрителями. Кстати, до сих пор продают на дисках. До сих пор. И вот Юрий Васильевич Силантьев, великий музыкант, он умер в 1983 году, причем умер в концертной студии на работе на 1964 году жизни. Понимаете? Вот поэтому, когда вот все вот эти вот спекуляции, там вот-вот всех убили, всех расстреляли, это, конечно, полная какая-то такая вот абсолютная ерунда. И здесь вот в чем еще заключается, наверное, секрет, понимаете, художник и общество, да, то есть создатель культуры и для кого это было рассчитано, вот это всегда шло вместе неразрывно. И это всегда отражало какие-то общие достижения. Общие, понимаете, достижения. Но вот в 1957 году на экраны советские вышел фильм «Летят журавли». Как известно, это единственный фильм, который награжден был «Золотой ветвью» Каннского фестиваля, да? В том же году был запущен «Искусственный спутник». Наука и культура идут вместе. Вот вы мне сегодня хоть что-нибудь назовите, чтобы у вас вот подобного рода свершения происходили вместе, да? Чтобы у вас вот это все работало. И чтобы это отражало, с одной стороны, достижение науки, достижение культуры, и с другой стороны, чтобы это вызывало позитивные эмоции в обществе. Гордость за свою родину, понимаете, да? Что вот мы задаем высочайшие эталоны мировые. Где? Не назовете. Вот в этом-то и заключается важнейшая штука. Опять же, истоки в Ленинском. Искусство должно служить народу. Оно должно быть понятно и любимым. А сейчас искусство кому служит? Сегодня, во-первых, оно товар. Деньги? Конечно, оно товар. Искусство – это средство получить деньги. Разумеется, как все. Сегодня человек – товар. Сегодня человек – вторая нефть. И начинается это все с 1991 года, когда Ельцин своим указом о идеологизации культуры, о переводе всей культуры на коммерческие, да, рыночные, все эти основания. Ну и все. Значит, у вас заправляют чем? Барыги. Барыги-торгаши, которых интересует только прибыль. Само качество оно мало волнует, что там у вас, да, происходит. Потому что, когда вы обвиняете вот этих коммуняк-цензоров, которые сидели, да, цензурировали, или там, ну, это хотя бы были образованные интеллигентные люди. Они хотя бы понимали, зачем и что они делают. А этих нет. Этих интересует только вот хруст, да. И отсюда неизбежно побеждает такая гламурность, да, отсюда такой вот сугубо потребительский такой вот тиктошный эффект. Да, я вот заметила, что вот советская культура усложняла внутреннее содержание человека, то есть пыталась его привести к чему-то. А современная культура, она его упрощает человеку. У них вниз, вниз болот. Еще раз говорю, конечно. То есть это, понимаете, вот, опять же, это как свиньям бросают, и все, people have it, да. И это вот типичная абсолютно штука. Поэтому вся она сегодня, вот смотришь, когда даже, ну, даже там этих певцов, там, это самое смотришь, когда оно все чувствует, что оно какое-то продажное. Знаете, вот оно продажное. Потому что лучшие советские певцы, во-первых, они как всегда, как себя подавали, вы понимаете, это всегда гордо, это всегда солидно. Вот, и это всегда какая-то мысль, всегда какая-то эмоция, всегда какой-то разговор с достоинством, понимаете, с залом, да, со своим зрителем, со своим слушателем. А нынче нет, нынче это гламурные попугаи отвякали, там, бабки получили, посчитали, и все. То же самое с кино. Сняли, да, провели массированную, значит, рекламу, чтобы кассу собрать, и все. Но второй раз-то это кино никто не пойдет смотреть. Его можно смывать, оно уже не... То есть, почему? Коммерческий проект, чисто обделали, все, получили. Ну, и поэтому оно, ну что, это конвейер какой-то такой получается, на продажу достаточно. Как он может воспитывать? Никак. Никто не переживает внутреннее содержание современного человека. Не нужно. Не нужно. Не нужно, да? Почему это не нужно? А потому что, потому что в рамках современной олигархической системы человек не нужен, он неинтересен, понимаете, да? Он становится интересен только в том случае, когда он имеет возможность очень много потреблять, покупать. И отсюда, да, к нему, да, к нему интерес. А если он не может ничего, если он, да, если он бедный, если он никакой бы он там талантливый не был, он никому не нужен. Зачем? Ну что вы? Абсолютно, абсолютно не надо. В этом-то и заключаются основные вот такие вот подлинные вещи. И это, да, мы можем везде, собственно говоря, наблюдать и на экранах, и отчасти и в книгах, и что-то еще. Не, международные какие-то премии можно было получить. Для этого достаточно какую-нибудь русофобию, да, там отъявленную написать. Или опять же, вот как я уже говорил, по примеру этих эмигрантов, опять прокричать, вот как сейчас уехавшие многие, да, что это Россия от вас уехала, да, что вот вы вот там рабы Путина, там вот мы настоящая совесть, там вот мы настоящая культура. Ну вот, так вот оно, собственно говоря, и будет получаться. Так что в рамках этого общественного строя не нужно быть человеком. В этом и есть главная беда, что человек не нужен, и в чем еще, может быть, есть какие проблемы современной культуры? Ну, для этого надо сначала охарактеризовать хотя бы в общих чертах характеристики, да. Первая ключевая характеристика, ну, во-первых, с 90-х годов у нас произошла американизация. Причем, ну, мы вписались в этот глобальный мир. Вписались, да. Вот, да, ну, правда, нас в нем постоянно обманывают, чуть что, нас обманули, извините, да. Но, поймите, в чем штука, за эту прописку мы заплатили чем? Мы отказались от нашей идентичности. И суверенности. Абсолютно, полностью. Вот если большевики, когда строили советскую культуру, они, наоборот, аккумулировали все достижения, причем не только Россия, всего мира, аккумулировали, вы понимаете, да, вот. Вот, и издания всемирной литературы раскупались в таких количествах, что это самое. Вот, а здесь, наоборот, все, мы туда вписали, мы стали копией. Мы стали такой же подражаловкой, понимаете, там в Голливуде пожуют и выплюнут, а наши собирают с пола и опять нам этого. Но оно, оно никак, оно не интересно ничем. Второй момент, понятно, что оно безидейно. Но это и понятно, да, потому что у нас нет никакого сформулированного государством образа будущего, никакой идеологии у нас нет, никаких горизонтов движения мы не видим, понятно, мы не знаем. И поэтому, разумеется, что через культуру транслировать это невозможно, если этого нет. Кстати, вот чаще всего нападают на ведущее направление советской культуры социалистический реализм, да, соцреализм, говорят, что вот это сказка, это бредятина, это там то-се, понимаете, в чем штука. Да, это сказка, но если эта сказка делает человека лучше, если она его воспитывает, так это спасибо такой сказке. И такую сказку-то с удовольствием можно посмотреть, понимаете, да. Да, но вот когда вот это ваше, Харри Упырьская, когда там Мочилова в кадре, там, ну это ж ужас какой-то. Просто посмотрите там, кто был главный герой во все 90-е годы, либо мент, либо убийца какой-нибудь подонок, да. Вот на этом вы что-то хотите там зарастить, что ли, доброе и нравственное, так оно не будет. И отсюда вот эта вот безидейность, она и порождает вот эти все, да, проявления. Дальше, ну и третье, конечно, это продажность. Продажность, сейчас все на продажу. Все на продажу, об этом предупреждали, кстати говоря. И после Великой Отечественной войны Сталин об этом писал и говорил. Что это вот такой мер западный, глобальный, он неизбежно приведет к тому, что на продажу будет все. Человек, дружба, любовь, совесть, абсолютно все, вы понимаете. То есть нет никаких вот каких-то запретных, да. Это переступается, переступается, потому что, ну, прибыль приносит, и все, и хорошо, да. Вот, а к чему это ведет, вот это вот как-то особо уже становится неважно. Ну и утрачена мораль, знаете, мораль, потому что должна быть мораль, что такое хорошо, что такое плохо. И ребенок с детских лет должен знать, да, что такое хорошо, что такое плохо. А сейчас этому особо никто, особо никто и не заботится. Вот, я когда иногда слышу, как подростки со взрослыми людьми разговаривают, я просто в ужасе. Если бы я так же в детстве разговаривал со взрослыми, ну, мне просто бы уши бы отрезали и правильно бы сделали, потому что взрослых надо уважать вообще-то, да. А сейчас, и причем они не понимают, то есть в них это не заложено, понимаете, да. То есть это не является аксиомой общественного бытия. Это не является, ну, и в этом случае вы тогда, что вы хотите, какого вы хотите, собственно говоря, получить человека, да. Вот, отсюда, и все вот это вот происходит. Поэтому я абсолютно убежден, что советскую культуру мы вспоминать будем еще очень-очень долго. Это наша античность. Причем какую область не возьмите. Наша античность. И что самое интересное, при сохранении нынешней парадигмы развития, вот той же самой общественной системы, чем больше времени будет проходить, тем более советская культура будет выглядеть исполинской. Еще больше, понимаете, да. Как такая вот, ну, как греко-римская будет античность. И тем больше мы будем осознавать нашу ничтоженность. Потому что, ну, зеркально, зеркально, вы понимаете, ну, Россия и так устроена. Неприятное будущее. Как сделать так, чтобы мы вернули вот то содержание нашему искусству, нашей культуре, которое было там в Советском Союзе, чтобы мы переживали за человека, чтобы было морально-нравственное воспитание, что, получается, чтобы появились идеи, нужны идеи, которые будут транслировать культура, нужны достижения, которые... Нет, 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 здесь диалектика. Здесь диалектика. Понимаете? Такие вещи, как мораль, нравственность, ценности, они формируются, они развиваются и становятся частью воспитания только в условиях нашего объединенного труда. И поэтому здесь все зависит, какой у вас труд. Понимаете? Если у вас труд во имя нашего общего созидания, если вы делаете это сознательно, если вы понимаете ваш горизонт, да, я опять же говорю о той самой идеологии, да, то вы готовы двигаться навстречу этому. Понимаете? И тогда у вас меняются и принципы, и ценности, и морали, и нравственности. А когда вы его не видите, когда у вас общество построено по принципу человек-человеку-волк, ну, так какую вы тогда хотите? Мораль-нравственность. Знаете, я вот когда слышу слово сочетание «элитная школа». Я, если честно, в ужасе. Частная школа. Нет, частная. Ну, понятно, это близко. Но я почему в ужасе, понимаете? Ну, бывает элитный автомобиль. Бывает элитная, там, я не знаю, сумочка. Но элитная школа, это значит, вы людей делите. Ну, это сословие, это сегрегация. Значит, вы делите людей. То есть, вот эти вот элитные, да, вот эти вот породистые жеребцы, а все остальные – это кобыла, которым там миску кинул, да, вот ужас. И вот при, да, вот при таком общественном развитии, а что вы хотите, у вас ничего не будет. То есть, наша культура ограничена текущей экономической моделью. И наша вот эта культура. В первую очередь, конечно. В первую очередь, она даже не капиталистическая, она какая-то уж очень отдает феодальным душком, вот, при том, что при полном отсутствии собственного права, при полном отсутствии закона, при резком схлопывании всех свобод, которые есть у человека, да, при таком огромном количестве океани вранья, ну, не получится. Не получится у вас не возродить и каким-то образом даже что-то воссоздать, хоть что-то лучшее. Понимаете? Почему? Потому что артист, писатель, там, не знаю, дирижер, да, но он сам продукт этой общественной системы. Он же не воспитывается где-то отдельно, понимаете? Он сам продукт вот этой вот общественной системы. Вот и все. И отсюда у вас ничего не выйдет. Ничего не выйдет. Тогда коварный вопрос, Алексей Павлович, а что делать-то нам? Что делать-то? Есть вообще ответ на этот вопрос? Я прям не знаю, мы катимся просто в какую-то... Да я не знаю, я как бы за других, как я могу говорить это самое? Я лично для себя решил, нужно стараться сохранять, по крайней мере, в себе человеческое. Да, нужно заниматься своим делом, там, в данном случае я занимаюсь преподаванием, там, книжки пишу, да, то есть вот здесь как-то выражаться. Да, я согласна. Здесь как-то выражаться, да, оно не востребовано, оно как-то особо и не надо особо никому, но все-таки человеком лучше оставаться, конечно, да, потому что это, все-таки это важнее. Это важно. Как бы там, да, там не называли, это Дон Кихотство, не смеялись там. Ну, что ты делаешь? Это очень важно. Такие времена, да. Да, это очень важно. Спасибо вам, Алексей Павлович, за эту увлекательную беседу. Спасибо вам, товарищи. С вами была Радио Аврора. До скорых встреч. Продолжение следует...